То Бог ели, яко Бог наш. Звучит песня. 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 Що допомагає нам наближатись до Бога? Стяжати мир души, любовь до ближнього? Невтомна робота над собою. Уповання на милість Божу, молитва і богодух нови, глаголи Святого Писання. У цьому воскресённі Євангелие втриєвае One очень замечательную и поучительную для нас притчу о званных на брачную вечерю. Царь соделал для своего сына брачную вечерю и захотел призвать туда людей, чтобы они вместе с ним наполнили эту радость и вместе с ним возрадовались о своем сыне. И вот, когда слуга пошел звать на брачную вечерю, то люди начали отказываться. Один говорит, что я купил землю, и мне надо пойти на ту землю, чтобы посмотреть ту землю. И говорит, имейте мя отреченно. Другой говорит, я купил пять волов, пять пар волов, и вот так же у меня нет времени, я иду для того, чтобы испытать этих волов, и имейте мя отреченно, я не смогу прийти. Третий говорит, я женился, и у меня нет времени для брачной вечера, так же имейте мя отреченно. И вот Господь, и тогда царь созвал свои слухи, и говорит, идите на улицы в город, идите на раздорожье, и призывайте людей, потому что пьер готов, а нет достойных людей, которые бы захотели вместе со мной возрадоваться. И они пришли и призвали бедных, хромых людей, простых людей, для того, чтобы они вместе возрадовались царем. Когда царь славы вошел в дом, когда он увидел людей, среди всех людей был один человек, который был одет в небрачное одеяние. И вот он спрашивает, почему ты одет в небрачное одеяние? И призывал он своих слух, для того, чтобы они взяли этого человека и бросили у него кромеешню, потому что он был одет в небрачное одеяние. И говорит Господь, что много званых, а мало избранных. Господь призывает каждого человека к спасению, к себе. Господь пострадал, принял смерть, воскрес, тем самым дал человеку возможность спасения. И вот Господь призывает каждого человека для того, чтобы он мог спасти свою душу. Где мы можем обречь спасение? В церкви, в храмах Божьих. Потому что там совершается литургия, Святая Евхаристия, где каждый верующий человек имеет возможность приобщиться Святых Таин Христовых, приобщиться к благодати, которая присутствует на богослужении. И вот Господь призывает каждого человека в храм Божий, призывает к спасению. И мы с вами все, часто бывает такое, что порой мы не отзываемся на этот призыв Божий. Многие люди не посещают храмы, не посещают богослужения из-за того, что не могут найти, а даже точнее не желают найти времени для посещения храма для богослужений. Многие заботятся о житейских своих проблемах, о житейских своих нуждах, дела, работы. Много поленности своей не посещают богослужения, считают, что они целую неделю работали, трудились, и в средственный день они могут отдохнуть, могут полежать, расслабиться. Но они забывают о том, что самое главное, что есть в человеке — это душа, она является вечной. И самое главное, к чему мы должны стремиться, это к спасению души. В этих развлечениях, дома, во сне, на работе мы не сможем и мы не найдем спасения для своей души. Господь говорил, что ищите в начале Царствия Божьего, прежде Царствия Божьего, а все остальное приложится. Мы с вами должны в своей жизни сначала искать Царствие Божье, то есть то, что назидательно, то, что спасительно для нашей души. А все остальное, то есть земные блага, то, что нужно человеку для пропитания, для жизни, Господь все пошлет. Мы с вами должны стремиться в храм идти сейчас, не откладывая на потом. Многое бывает считают, что вот сейчас мы молоды, сейчас не то время, придет старость, тогда мы будем больше молиться, больше будем посвящать богослужения, причащаться и тому подобное. Но кто дал нам гарантию, то, что мы можем дожить до старости. Если человек доживет до старости, если он всю молодость, все свои дни жизни пребывал в грехе, пребывал в веселье, то мало им верно того, что он потом на старости придет в храм и будет возносить свои молитвы. Тот человек, который пришел в небрачном одеянии, он был изнан. Казалось бы, Господь позвал всех людей, и он откликнулся на этот призыв, но Господь почему-то не принял его. Брачное одеяние, оно означает человеческую душу, чистоту души человеческой. Если человек пришел на брачное одеяние, в чистой одежде, новой одежде, так же и само в Царстве Божьем, то есть брачный пир, он самой символизирует Царствие Божьем. И вот если человек пришел в небрачном одеянии, то есть с грязной душой, естественно, он не может пребывать в Царстве Божьем. Многие приходят, бывают люди, и в храм, но они не задумываются о том, для чего они пришли. Многие приходят только так, чтобы посмотреть из-за какого-то любопытства. Многие приходят только так, чтобы, вот как освящают на Пасху, освящают на грешение в воду, только для того, чтобы поддержать такой обычай. Но само сути они не понимают. И многие приходят, так же посещают босслужение, молятся, внешне стоят в храме, а своими мыслями они далеко отстоят от этого храма. То есть душа человека грешная. Они согрешают в храме, стоят, молятся, те устами прославляют Бога, выходят из-за пределы храма и уже начинают там ссориться, начинают злиться на ближних, обижать ближних. Не творят в своей жизни никаких добрых дел. И вот такие люди, они не могут унаследовать Царствие Божие, потому что они не готовы. Хоть они и последовали, хоть они вот и посвящают босслужение. Внешне, да, они присутствуют в храме, но внутренним сердцем они далеко отстоят от Бога и творят беззаконные дела. Господь зовет, придите ко мне все труждающиеся и обременение, и я с упокоевые. Я вам дам утешение, успокоение для вашей души. Господь зовет каждого из нас. И мы должны постараться, должны потрудиться для того, чтобы пойти в церковь, для того, чтобы спасить свою душу. Господь даровал нам оружие, даровал нам все возможные способы для того, чтобы мы спасли свою душу. И нам остается только последовать за этим призывом. Это не какой-то человек призывает нас, не слова человеческие, которые бывают часто неисполненными, а это обещание Божие. Господь обещал, что если мы придем к нему, если мы последуем за ним, то он дарует нам утешение, он дарует нам радость, вечное блаженство. Дай, Боже, нам почути Твий великий голос, и идти тією дорогою, яку вказує нам Божественна благодать. Слава Богу за все!